Некоторым звездам в году кролика было как-то маловато собственной славы. По этой причине они не только занимались своим творчеством и посещали все тусовки, но и всячески пытались влезть в любой маломальский свободный кадр. То ли опасались, что телезрители позабудут их фейс, то ли просто желали, чтобы вся слава доставалась исключительно им. Итак, кто же сегодня в году минувшем попал в номинацию на подтанцовки? Мало того, что Макс Акбаров засветился в кино и надолго там закрепился, так он теперь еще и в клипах снимается. Певица Луина, всегда тщательно выбирающая мужчин, на роль героя-любовника в своем видеотворении «Луна» пригласила именно Макса. Ну или он сам напросился, что более вероятно, потому что выражение лица этого любимчика женщин явно говорит о том, что он упивается своей славой. Видимо, поэтому клип стал настолько популярным. Мужское население без ума от шикарного тела Луины, женская половина телезрителей не может налюбоваться героем «Розового зайца». В общем, все счастливы. Следующий засветившийся на чужом поле славы – Шухрат. Плохи дела у алдавайцев, раз начал солист бойс-бенда в клипах новичков подрабатывать. Восходящая звезда Турар Рахимберлин, видимо, сжалился над парнем и подарил ему 30 секунд славы в своем клипе «Если хочешь». Поговаривают, что «Место под солнцем» Алдавайц получил благодаря старой дружбе с молодым исполнителем. Турар ранее писал песни для некогда гремевшего бойс-бенда. Но если Рахимберлин хотел за счет Шухрата собственный рейтинг поднять, то немного промахнулся. Вот Луина, выбрав Акбарова, попала в точку. А вот зачем в чужой клип полез Рус седьмой, стало понятно сразу. Благодаря видеотворению Дилани, герой метисов, сделал своей персоне неприкрытую рекламу. «Девушки, я сказочно богат, умен и красив». Вот что хотел рассказать всем Рус, снявшись в этом клипе. А вот Дилани на фоне седьмого здесь действительно выглядит жалким. Тоже реклама, только с приставкой «Анти». Видимо, рэпер хотел сделать из клипа драму, а в итоге просто выставил девушек в дурном свете. Мол, вешаются на шею каждому встречному, и на деньги падкие. А простые парни, как он, бедные и несчастные. Одна радость, что Рус седьмой на подтанцовке. Вот такие казахстанские звезды хотят быть везде. И в кино, и на сцене, и в клипах друг у друга. И причем, если вы заметили, страдают такой болезнью исключительно мужчины. Девушки на подтанцовке замечены не были. Может, в 2012 году ситуация изменится.